так ну что сегодня летаем в ласпе погода бомба как всегда сходит по точек надо стартовать перчатки чтобы ручки не сгорели в ласпе старт для уверенных в себе пилотов надо улетать с первой попытки да вот это старт у меня был все получилось он дырочка на подвеске вот блин ноги поцарапал да старт был особенный как никогда ветер 17 километров в час набор идет 2 метра в секунду царапал ногу сильно от пущей колючки набрал 700 стоят хорошие поточки хорошая мощная погодка старт который у меня сегодня был в принципе о многом говорит как говорит мой учитель и не только мой учитель многие пилоты считают что полет в ласпе ну в ласпе могут летать только опытные пилоты тут старт для одного крыла и дана одна попытка чтобы улететь если ты не умеешь работать с крылом то это летное место не для тебя я летаю уже 200 часов я надеюсь что сегодня я закрою 200 часов налета у меня сейчас налета 197 часов 50 минут если я сегодня полетаю 2 часа 10 минут то я закрываю 200 часов налета это круглая цифра которую можно отметить если меня смотрят постоянные зрители можете меня поздравить с таким вот достижением налет 200 часов высота 830 метров да сегодня погода явно ярче чем в тот раз когда я летал тут последний раз последнее мое видео из ласпи в тот раз я набирал максимум 750-790 что это такое даже 800 метров ни разу не было вот а тут по точек можно даже покрутить еще 840 метров еще можно покрутить поток а это Чернореченское водохранилище самое большое водохранилище Крыма оно расположено в Байдарской долине в Байдарской долине у меня есть место одно шикарное в котором мне очень нравится купаться там есть 5 купелей в ущелье в поселке Родниковое никогда не знаешь как сложится полет возможно я сегодня туда полечу а может не туда пока набираю высоту здесь если бы была северная заставляющая у ветра я бы точно полетел туда с северными склонами на южными склонами туда лучше не лететь там запретная зона для полетов ветер слабый это очень круто был бы сильный ветер было бы страшнее летать ветер слабый можно себе позволить многое учитесь летать пилоты приезжайте в Крым летайте в Ласпи это очень красиво а если умеете тогда не раздумывая приезжайте и давайте летать вместе тут редко бывает погода вообще я обратил внимание что в Крыму очень редко южная погода чаще север последний год так вообще мало южной погоды вот пилот с которым мы летаем более хороший поточек взял вот я решил крутить поточек в долине а он у хребта взял на пуле сформированный красота попробую прыгнуть на Ильяс Кая ох уж это ласпиа ох уж это погодка а куда ж тут садится то а вот это да вот это я залетел не надо было оно мне делается ооооооооая задача сейчас выбраться отсюда вся надежда на эти скальники вот тут какие-то потоки надо надо набрать нужна высота 10 метров я там пузыря набрал руки дрожат коленки дрожат и 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 выдохнуть тут уже гарантированно набираешь высоту тут можно сесть на пляж но с этого пляжа пешком наверно часа полтора есть вероятность что тебя кто-то подберет может за никто и не подобрать полтора часа по жаре с рюкзаком но это это меньше чего я сегодня хотел я лучше полетаю на свой мопедик и поеду вот сюда на пляжик по полу это будет куда лучше 45 минут после старта ильяска я подарил мне огромное впечатление конечно от этого полета до сих пор страшно руки и коленки уже перестали дрожать страшно было что придется садиться куда-то вот на эти дороги на какие-то залысины вот на то поле может придется садиться лучше всего на пляж но в любом случае мне всего этого не хотелось хотелось сделать так как я в итоге и сделал спасибо погоде если бы погода была не подходящая ничего бы не получилось и как это так получилось интересно папа прибором дают юг-юго-запад то есть вот этот склон он должен работать как раз под запад на юго-запад это вот тот склон я залетел аж на юго-западную сторону практически на южную сторону на южной стороне я был и меня там сливать минус два то есть это говорит о том что с той стороны ильяска я дует восток в ласпе свой микроклимат своя погода здесь дует запад и юго-запад и по прогнозу так и было я когда смотрел прогноз перед тем как сюда поехать здесь прямо рисовала штиль и юго-западный ветер именно вот в этой пункте в ласпинской на точек двоечка пилот пошел аркушка я ну кстати пушка я как раз и даже если будет юго-восток но на пушка я тоже должны быть потоке и можно за нее слетать все таки если юго-запад то и там должно все работать в общем пакушка я можно лететь до самой балаклавы и я смотрел по прогнозу даже фиолет сегодня работает можно и на фиолет летать летать там конечно нельзя но если ты мимо пролетает разочек можно может быть может быть исполнил блин ну я до сих пор под впечатлением друзья я набрал я плетел прямо над крышами вот этих домов у меня высота была 250 метров я набрал 470 метров с этих с этих крыш то есть за время последнего потока мой набор высоты составил 470 метров но это же кайф и и кстати это говорит о том что можно стартовать оттуда но только видите в хорошую погоду сегодня ну вообще всегда мы стартуем с этого места и она самая наиболее удобная и безопасно но то что мне удалось улететь из двухсот пятидесяти метров это дорогого стоит это я считаю прям прямо десять из десяти контент я даже не знаю кто оттуда улетал обычно с такой высоты все летят уже на пляж садится класс это класс так костя улетел за кушка я и его не видно наверно крутит там поток сейчас я к нему полечу высота тысяча пятьдесят метров как он там набирает высоту я не понимаю он выше меня он был только что ниже уже выше меня это потоки там доходит молодец взял курс на кушка я сейчас я тоже наверно за ним полечу пролетимся на кушка я так ну что я подошел на кушка я и 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 а и и и по прибору дует восточный ветер 11 километров в час попробуем тут что-то набрать вот уже идет набор нормальный набор полтора метра почему бы и нет птички сюда прилетели сразу полетели, еще не прилетели, полетели увидели меня такие друзья тут погодка давайте летать там стоит мощный поток полечу к птичкам всех птиц распугал, остался один я все разлетелись кто куда вот это кошка я да, кошка я всегда радует, в отличии от Ильяса А Ильяса Кая надо еще попотеть, чтобы туда залететь Класс, какой набор хороший птички не дает не дает крутить почему не дает крутить непонятно непонятно ух ты даже облачко начало формироваться как прикольно 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 вот оно полетело Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я приземлился на наше штатное поле... Супер полет сегодня... Вот так вот затянуло облаками ласпи... Я тут уже стою минут 15, конечно, когда я сел, было не так... Вот такой вот ценой мне дался старт... Сегодняшний... Вот сегодня старт, конечно, был не очень удачный... Но благо я взлетел... Могло быть хуже... Я уже решил через кусты лететь... По инерции... Думаю, пробью кусты и... Взлечу... Ну так и получилось... Потому что мог в этих кустах застрять... И... До сих пор выпутывался... Наверное... Но все хорошо... Царапки заживут... Все хорошо... Крыло целое... Снаряга целая... Все нормально... Все... Всем спасибо... Всем пока... Вот такой вот товарищ... У меня... На крыле... Я сейчас собираю крыло... А ко мне пришел вот такой вот товарищ... Хороший... Здоровенный такой... Кстати, тоже умеет летать... В потоке... Давай... Все...